Добрый день, уважаемые зрители моего YouTube канала. Добрый день, уважаемые подписчики и спонсоры. Меня зовут Апокин Александр, я врач-стоматолог, работаю в Москве. Сегодняшняя дорожная публикация будет посвящена продолжению моего знакомства с игровыми технологиями и их разбор, анализ и применение уже непосредственно в такой типичной бытовой семейной ситуации с играми с детьми. И небольшая предыстория. Я начал этим заниматься вопросом где-то месяца два назад, когда у меня впервые мой старший ребенок, начав ходить в первый класс, начал меня спрашивать, настоятельно один и тот же вопрос, папа, когда мне дадут смартфон? Совершенно понятно, не надо выяснять для чего смартфон, то есть смартфон нужно обязательно, чтобы играть. Чтобы не создавать какую-то бесполезную полемику, я сразу сказал, что это хорошо, что играть это хорошо и не надо этого стесняться, значит телефон тебе нужен, чтобы играть. Да. Значит, вот в этот момент... Нет, на самом деле телефон для коммуникации у ребенка был, такой обычный кнопочный на Java, какой-то Philips, но зато там хороший аккумулятор. Вот, значит, и я начал собирать комплект игровой, который мне вот показалось будет хорош для моей нынешней ситуации, задачи. В углову угла было поставлен вопрос о выгодной цене владения, которая, конечно же, в первую очередь складывается в стоимости софта, программного обеспечения, потому что все компании, которые делают игровые приставки, они все делают игровые приставки на грани их окупаемости, то есть никто не зарабатывает на железе, все зарабатывают на софте. Эта модель уже как бы давно опробована, изучена и понятна. Поэтому я стал смотреть доступность и полноту на рынке программного обеспечения и в информационном пространстве доступного для скачивания программного обеспечения для игровых приставок, и мой выбор остановился на технологии Nintendo, значит, уровень версии вот этой вот платформы игровой, это была Nintendo Wii, помимо того, что это была, наверное, на мой взгляд, из тех обзоров, что я посмотрел, первое, действительно семейная, альтернативная вот такая игровая платформа, в которой применялись очень необычные на тот момент принципы управления, это беспроводные джойстики, называются они на Nintendo Wii ремоуты, и очень много игр, заточенных именно на кинетику, на перемещение рук, ног, с учетом вот как раз гироскопов, которые вставлены в ремоуты, должны были все это как бы складывать с механика игры, такого не было нигде еще до Nintendo Wii, придумано, ни на Xbox, ни на Sony PlayStation, и, в общем, вот я решил, что это будет Nintendo Wii, значит, я сразу же поставил скачиваться очень большую коллекцию игр, она в сумме где-то занимает порядка двух с половиной терабайт, это полторы тысячи тайлов, наименование игр, хорошая такая, интересная коллекция, где-то там единички игр, какие-то апдейты, то, что вышло после собрания коллекции, докачались отдельно, отдельными файлами, надо сказать, что сама платформа, в общем, больше не производится, Nintendo Wii, как бы это остановленный проект, после него была платформа Nintendo Wii U, такая более технологически совершенная, я потихонечку к ней подбираюсь, которую в последующем заменила Nintendo Switch, и сейчас вот еще через год-два все ждут, что будет Nintendo Switch 4K или Nintendo Switch Pro, как уж они ее там назовут, но теперь о цене владения, сама игровая приставка на вторичном рынке, на авито, стоит там 4, 5, 6 тысяч, это все красная яйца, в принципе, кажется, что это как бы дешево и доступно, но Nintendo так устроена, что к ней нужно еще очень-очень много аксессуаров, которые могут на порядок превышать саму стоимость этой приставки, значит, о том, что нужно точно совершенно, вот для того, чтобы вот все это у вас играло и веселило вас и детей, значит, с тех пор, когда выпускалась Nintendo Wii, были еще так называемые композитные коннекторы к телевизионному сигналу, то есть из приставки выходил пропоритарный шнур, ну, типа HDMI, разделялся на коннекторы и тюльпанчики, там 2-5 тюльпанчиков, включаясь в телевизор, сейчас уже таких тюльпанчиков в телевизоре нету этих коннекторов, поэтому вам нужно будет обязательно купить коннектор HDMI V, он стоит там, ну, допустим, порядка 1000 рублей, с приставкой на вторичном рынке очень часто идут ремоуты, ремоуты есть двух версий, значит, есть просто ремоут, а есть ремоут, называется Motion Plus, и отдельно есть просто модуль Motion Plus, значит, они как штекеры стыкуются вот с джойстиком, это кубик размером со спичечный коробочек такой небольшой, в котором настроен гироскоп с модулем, значит, который передает информацию приставку по радиоканалу. Мне не очень нравятся дополнительные коннекторы вот эти вот, потому что их с вот этим дополнительным Motion Plus нельзя вставить какие-то следующие аксессуары, а там логик у них как у матрешки, одно вставляется в другое, вставляется в третье, в общем, поэтому надо сразу отказаться от идеи использовать идущий в комплекте, возможно, ремоут и подкупить сразу ремоуты с встроенным в них Motion Plus. Они имеют хорошие, идентичные размеры с обычным ремоутом, то есть вы можете их вставлять во все следующие аксессуары без каких-то дополнительных ценных решений, и это будет очень эргономично. Вообще вот этот обзор, я думаю, что он будет полезен, потому что его делает родитель с точки зрения владения вот этой технологии, а обычно все обзорщики это геймеры, которые рассказывают просто про игру, и у них нет ни образования по физиологии, ни по анатомии, ни по гигиене, ни по эргономике. Вот то, что я вам рассказываю, разница между Motion Plus и просто ремоут, это как раз вопрос эргономики, чтобы ребенок лишний раз не втыкал, не вытыкал вот эти все модули, а просто был сразу ремоут с гироскопом. Значит, они стоят где-то тысячи по две-три, по пять иногда бывают ремоуты. Они бывают либо стандартных цветов, там черный, белый, голубой, розовый, либо коллекционные. Ну, честно скажу, мне, конечно, очень понравились коллекционные ремоуты, в них есть символика из игры Марио, а это, так скажем, вообще культура образующая игра на платформе Нинтендо. Платформа Нинтендо Ви позволяет подключать до четырех ремоутов, играть четырех игрокам одновременно на одном телевизоре, одной приставке. Это очень заманчивая перспектива, потому что к детям приходят их товарищи, друзья, и они хотят все вместе поиграть, чтобы не устараялась в балку и очередь вокруг приставки. Идея подключать сразу четыре ремоута, мне понравилась еще на этапе выбора платформы, и я сразу ее реализовал. Поэтому приставка плюс четыре, motion плюс ремоута, это где-то еще тысяч двенадцать будет. К чехлам, к ремоутам есть специальные силиконовые чехлы, они иногда идут в комплекте, иногда не идут. Значит, вообще по первому игровому опыту детям эти чехлы неудобны, то есть реально они классные, их удобно держать, но это все-таки на взрослую руку. Первокласснику это неудобно, они слишком толстенькие становятся. Плюс следующий эргономический момент в игре. Значит, все на радиоканалах, то есть, соответственно, в каждом ремоуте две батарейки формата А2. Значит, соответственно, четыре ремоута, это восемь батареек, которые надо будет время от времени менять или заряжать. Поэтому вы попадаете сразу на конвейер, с батарейками, просто вот так, мама, не горюй. Выбор это аккумуляторы пальчиковые и зарядное устройство. Или еще есть сразу литий-ионные аккумуляторы с встроенной в них корпус вот такой крышечкой, как на ремоуте родная. Поэтому, соответственно, я выбрал четыре вот таких литий-ионных аккумулятора с док-станцией зарядкой. Это очень удобно. То есть, вы как бы их застегнули туда один раз, вставили в подставку. Во-первых, они нигде не болтаются. Они с цветными светодиодными индикаторами показывают, заряжается ремоут, не заряжается. И даже если в процессе игры происходит какая-то оказия, у кого-то из детей там садится ремоут, всегда есть пара свободных заряженных ремоутов, которые надо просто запараллелить вместо отключаемого ремоута или просто поменять их батарейки, что тоже очень быстро, можно даже не запараллеливать. И дальше играть. Вообще, процедура спаривания вот этих ремоутов с приставкой, ее надо освоить первой и как бы научиться делать это хорошо, и дети тоже должны научиться. Это не сложно. Но дошкольник, который с трудом справляется, школьник уже хорошо справляется. Ремоуты, моушн плюс, аккумуляторы литий-ионные, док-станция. Чехлы не нужны. Следующее, что может понадобиться. Дальше, для хранения вообще вот этой всей технологии запуска пиратских игр это нужна флешка SD, микро-SD карточка памяти. Ну, около 32 гигабайт. Значит, потому что больше приставку просто не поддерживает, а меньше, по-моему, сейчас уже купить невозможно. Но хотя реально там нужен от силы гигабайт. Вот там, вот той прошивки, которая туда ставится. Процесс подготовки, прошивки, ее сборки лучше всего показали сами вот эти обзорщики-геймеры. На ютубе полно этих всех ключей. Это не проблема найти, скачать. Дальше, значит, нужно купить такой проводочек, называется Y-кабель. Y-кабель это USB 3.0 провод, у которого один коннектор для устройства кончик А вставляется в жесткий диск. Это может быть мини-USB 2.0. Но с обратной стороны у него два хвоста формата USB-B, которые, значит, вставляются в два коннектора на приставке Nintendo Wii с обратной стороны. Один из которых это информационный кабель, а второй это дополнительная пара по 2,5 А со второго порта USB на Nintendo Wii, потому что порты низковольтные, и им не хватает питания, чтобы раскрутить жесткий диск. Соответственно, вам понадобятся жесткий диск. Если вы имеете старые жесткие диски, например, Margin Transcent USB 2.0, ну, они у меня там есть в количестве, я их не покупал, но их надо купить. Значит, соответственно, на них складывается коллекция образов игр, которые вы можете, значит, использовать. И, соответственно, ну, там, от 500 до терабайта, может, 500 гигабайт до терабайта, это может быть диск для USB 2.0. Если вам хочется чего-то побольше, то это уже может быть диск 2 терабайта от компании Western Digital. И на Яндекс.Маркете я нашел проводочек с разъемом USB 3.0 для дисков марки SATA с то же самое с двойным хвостом на обратной стороне. Вот такие два проводочек. Они там каждый тоже что-то по 500 рублей стоят. Соответственно, нужен ноутбук с USB-разъемами, куда вы будете подключать этот USB 2.0 диск и его использовать. Теперь немножко о логистике и о единице хранения. Все это у каждого раскладывают по-своему, кому нравится. Мне понравилась идея дипломата, в котором лежит приставка. Она общается по радиоканалу, поэтому вам не нужно ее в прямой видимости держать. У нее очень длинный провод. Есть так называемый светочувствительный планки сенсор-бар, который в инфракрасном диапазоне отслеживает ремоут в пространстве. Поэтому дипломат может лежать вне зоны видимости, а вы можете играть так, как вам удобно. А приставку вот эту полоску сенсор-бар вынести в любое удобное для вас место. Опять же, очень удобно этот дипломат просто закрыть и как бы убрать это быстро, если нужно убирать комнату. В сам дипломат можно складывать дополнительно ремоуты, проводочки, блоки питания, вот всю-всю-всю-всю атрибутику. К ремоутам значит, нужен еще такое дополнение гаджет, называется нанчак. Это типа джойстика такой вот с проводочком, который стыкуется в разъем ремоута. Естественно, что они могут быть подобраны по цвету под цвет ремоута. У них нет версии. Они в среднем стоят по полторы тысячи рублей. четыре вот таких нанчак с четырем ремоутом это еще шесть тысяч. И можно сказать, в самом минимальном старте это для того, чтобы начать. Я долго рассматривал вариант взять жесткий диск побольше, не терабайта, больше, чем терабайта, больше, чем два терабайта. Но я отказался, потому что это еще дополнительная розетка с питанием, а это достаточно иногда бывает сложно, чтобы второе питание организовать для жесткого диска. Поэтому я эту идею откинул. Потом как оказалось вполне правильным, то что больше, чем 500 гигабайт реально под образы игр не нужно. что еще есть у Nintendo, которой мы еще будем разбираться. Еще есть внешние гитары для игры Guitar Hero, барабанная установка, мити-клавиатура. Это все реально очень сложно. Научиться правильно использовать, это нужно действительно тренироваться как музыкальным инструментом. Это сложно. Помимо этого, когда вы задействуете все четыре ремоута в игре Guitar Hero, там еще есть модуль, который позволяет управлять игрой с внешней портативной игровой консоли Nintendo DS. Поэтому может быть вам еще понадобится Nintendo DS как дополнительный управляющий модуль такой дирижерский для игры. Nintendo DS там может быть это полноценная игровая приставка. Портативная. Еще более кинетические наборы гаджетов Nintendo это коврики танцевальные я их так назвал. То есть такие панели в мягкой упаковке которые подключаются вместо джойстиков в формате Gamebook сбок вот есть там такие разъемы Gamebook 4 штуки ну как минимум игра Dance Dance Revolution поддерживает точно совершенно до двух игроков поэтому два коврика по 2500 это еще пять еще существует такая приставка Balance Board это такое оригинальное ну по сути это весы напольные у которых четыре секции для взвешивания четыре датчика она может отслеживать вашу точку равновесия она во многих играх используется в спортивных симуляторах и в каких-то зарядках йогах и прочем крутая штука к ней есть один аксессуар это чехол это силиконовый мешок резиновый на нее одевается чтобы поддерживать эту подставку в единичном положении ну как бы неплохо она работает от четырех батарей А2 или к ней можно купить отдельно собственный аккумулятор который можно заряжать соответственно аккумулятор там еще тысячу стоит вот это все цена владения дальше всякая мелочь значит аналоги теннисных ракеток ружья для гольфа по 500 рублей пока пока мы до этого не дошли у у моих ощущениях вообще процессы игры действительно мы начали учить какие-то английские слова что как называется кнопка продолжить отмена название игр правильно стали выговаривать по играх значит первый мой такой заход в эту библиотеку на 2,5 терабайта и попытка оттуда что-то выцепить и скачать на жесткий диск для приставки закончилась на цифре в 140 игр которые я положил на жесткий диск сколько это весит сейчас я не помню да это и не принципиально абсолютно но из этих 140 игр если откинуть парные такие-то там есть несколько серий Dance Revolution есть там несколько серий игры Guitar Hero если вот это все откинуть в общем-то там игр будет ну наверное не 140 а дай бог 50 вот из этих там 50 уникальных игр мы бы за день попробовали там за 2-3 часа игры за 2 часа игры попробовали наверное штук 6 игр есть абсолютно которые ну не прокатили ни во что там допустим гадкия игра это на самом деле оказывается авиационный симулятор играть в него сложно это игра тачки но нет не все пиратские игры вообще запускаются тачки тоже не прокатило будем разбираться стала абсолютным хитом игра Mario Kart к ней были куплены рули такие вот колеса в которые рулевое колесо в который вставляется защелкиваются в центр вместо аэрбэга ремоут и на них можно играть рули кстати тоже бывают двух вариантов есть беленькие рули оригинальные нинтендо а есть коллекционные рули продолжая вот эту аналогию ну что коллекционные руль это руль сделаны не белого цвета а зеленого цвета или красного они еще черного цвета для следующей приставки нинтендо соответственно рули ну детям нравятся разные они почему-то их ассоциируют что вот это мой это не мой хотя у него нет радиоидентификации он отождествляется с ремоутом который в него вставлен поэтому если у вас уже ремоуты разного цвета то рули могут быть белые ну рули взяли значит разные коллекционные коллекционные руль там порядка двух тысяч рублей стандартный белый руль 500 рублей я бы вообще тогда делал бы наверное еще какие-нибудь рули из красного дерева там с маркировкой там Bentley например почему бы нет это было бы здорово тем более деревянные руль держать приятно вот значит вот Mario Kart для нее нужны два руля поддерживать до четырех игроков поэтому в сумме я купил два белых руля два коллекционных у них там такие символы ML по именам первым буквам имен основных главных героев игры Mario это Mario и Luigi его брат два сантехника которые играют вот это просто хит в нее отлично дети могут начать играть там нужное внимание и игра делится в режиме сплит-скрин то есть пополам горизонтальный телевизор ну в общем супер здорово есть русскоязычная версия вторая что более-менее как-то идет со скрипом это игра Super Mario третье что нам удалось запустить и настроить мульти игровую процесс это Mario и Sonic на олимпийских играх в бикини такая есть игра мне она очень понравилась там много модулей по видам спорта плавание стрельба и это действительно классно но надо уметь приловчиться то есть вот я думаю что если сейчас все это потихонечку как бы разбирать рассматривать где-то полгода год уйдет на освоение вот это вот таких геймерских навыков у детей чтобы как-то научиться играть с точки зрения вот цены владения еще и родительской вот общий счет за вот весь этот набор который я вам перечислил уже где-то 50 тысяч рублей при средней цене игры на вторичке около там 2000 рублей за компакт-диск Nintendo Wii коллекция скачанная на торрентах на Nintendo это еще около 2,5 миллионов рублей только на компакт-диске это прилично это здорово соответственно как бы вот когда дети садятся поиграть во что-то такое родитель сразу экономит 3-4 тысяч рублей на выезд в торговый развлекательный центр тысячу полторы покушать на футборте и там тысячи две три проиграть в игровых автоматах поэтому я думаю где-то с 10 поездок в торговый развлекательный центр вот этот самый на мой взгляд сейчас уже такой классный набор игровых аксессуаров джойстиков игровых приставок вот этот Nintendo он окупится при том что параллельно и вы можете играть если вдруг локдаун и вы не завязаны на какие-то эпидемиологические вопросы заболели не заболели от контакта с другими детьми в торгово-развлекательном центре и вы можете играть там вдвоем вчетвером с детьми с родителями одновременно это тоже очень круто поэтому плюс ассортимент игр с учетом что все равно все игровые автоматы в торгово-развлекательных центрах собраны на базе игрового графического ядра Sega это еще древнее чем Nintendo то с точки зрения графики Nintendo Wii даже выигрывает у меня сейчас уже закуплена следующая игровая приставка Nintendo Wii U которая имеет более высокое разрешение немножечко особую немножечко особую там игровую кинетику более интересную мы сейчас это будем разбираться и дальше я рассматриваю Nintendo DS или Nintendo DS New или Nintendo 3DS значит первые версии портативных консолей они там идут от 10 до 15 до 20 тысяч рублей в последней ревизии то что мне понравилось это Nintendo Switch OLED с встроенным в него чипом SX пропаянным прошитым на аппаратном уровне с карточкой 256 гигабайт SD карты это все стоит вообще 60 тысяч вот такая одна приставка и это еще не конец потому что к ней все равно нужно будет докупать дополнительные джойстики джойконы зарядку для джойконов там какие-то еще аксессуары сумочки защитные стекла ну в общем как бы это вот порядка 100 тысяч вот на Nintendo последнего поколения или так вот потихонечку чухаться на играх на вторичном рынке значит плюс как бы сам процесс очень важен важно что если вы сразу запускаетесь там в разрешении 720p на Nintendo Switch на телевизоре ну а куда дальше расти соответственно дальше надо выбирать приставки Next Gen которые все равно точно так же этот последний Xbox последний Playstation они тоже все по 50 по 60 по 80 тысяч и как бы вопрос игр к ним это тоже открытый вопрос в этом отношении популярность Nintendo очень выгодна в том плане что уже сейчас есть вот как раз аппаратный чип пропайка ее там работа стоит пропаять этот чип около 5000 где-то 12-14 тысяч стоит сам чип ну я не может быть там мне не очень нужна будет карточка microSD 256 гигабайт потому что у меня как бы их тоже есть несколько да и нужна ли такая большая карточка но тем не менее я потихонечку встал в очередь на скачку игр на Nintendo Switch их сбор такую в коллекцию и я думаю что в течение там вот года на следующий год на новый класс школы в качестве подарка такого вот в семью я буду аккумулировать деньги на Nintendo Switch если к тому времени будет более новая приставка Nintendo Switch Pro это замечательно я ориентируюсь на Nintendo Switch OLED для того чтобы в общем-то как бы потихонечку переходить на более качественный визуальный ряд но вот если в Nintendo Wii это сугубо локальные игры в которых там вы играете нет никаких завязок на интернет то Nintendo Switch OLED там практически все через интернет это как современный смартфон стало ну с учетом что это как бы процессорная технология Nvidia Tegra и на ней можно запускать Android я уже вчера там видел обзор как люди запустили Android на Nintendo Switch и под этим Android запустили эмулятор Nintendo Switch и запустили игру Nintendo ну это такой бесконечный цикл это техногики которым просто важно было вообще технологические возможности это интересно вот это следующая эволюционная такая как бы веха на которую мы ориентируемся в будущем ну может быть получится это параллельно я снимаю сам этот геймплей со стороны как дети играют это достаточно забавно я пока не готов вам это опубликовать и показать совершенно не об этом как бы идет речь но для анализа изучения я это делаю это интересно посмотреть со стороны значит Nintendo это действительно очень активная кинетическая игра дети что-то двигают руками там машут голосуют за что-то в общем не пожалеете вот выполняйте мои инструкции собирайте вот такие вот игровые комплекты для Nintendo и будете счастливы я уверен вам вам очень это все понравится это здорово это конечно не просто с точки зрения ну там собрать найти подходящие тайлы на авито на это реально уходит время на переписку у каждого продавца еще есть какие-то свои особенности этот посылает почту этот не посылает этому нравится это не нравится ну вся эта волынка увенчалась успехом вот я все это смог у всех продавцов выкупить собрать сложить и так далее что что мне не нравится это это конечно вот необходимость запаривания вот этих вот ремоутов это реально не так все быстро как хотелось бы это это все каждый раз надо прокликать проверить там что батарейки работают что что ремоут там подсоединен опознался что они опознались в правильной последовательности ну в общем там там много нюансов поэтому каждый раз пока что это приходится контролировать мне сами дети пока не полностью освоили но мы запускали эту игру пока что три раза вот с трех раз это им все очень понравилось один из очень хороших выводов который мне сделала старшая она сказала что теперь я вижу какая должна быть компьютерная игра это гораздо лучше чем то во что играют дети на телефонах а это была моя цель то есть чтобы во-первых человек не чувствовал ребенок себя ущербным что у него нет телефона с играми нет телефон с играми будет мы к этому в будущем как бы идем и я рассказывал в своих предыдущих обзорах что это будет скорее всего там moto z с геймпадом но на данный момент задача которую я ставил чтобы ребенок чувствовал себя счастливым что у него что-то есть такое хорошее уникальное она абсолютно точно достигнута и мы дальше продолжаем разбирать коллекцию игр я думаю что в следующем такой важной будет публикации я расскажу о игровом опыте с танцевальными ковриками это интересно будет на этом я пока остановлюсь большое спасибо за ваше внимание задавайте ваши вопросы я думаю что если как бы мы потихонечку там научимся играть половче и по поинтереснее то я вам покажу как выглядит геймплей со стороны с детьми если они дадут мне свое разрешение что я их опубликую на этом пока все спасибо до свидания подписывайтесь на мой канал спонсируйте его превозможности